приветище это planet crafter в прошлой серии мы остановились на том что наткнулись на джунгли за водопадом а в этих джунглях мы нашли вот это огромные развалины космического корабля что же пойдем внутрь посмотрим что же там в этих развалинах космического корабля надо фонарик рубить я надеюсь что мы здесь найдем монеты токены терраформации в комментариях мне написали что они нужны для торговли мы же можем теперь делать торговые судна и отправлять их куда-то так больше тут ничего интересного пока что первая находка это сундучок с каким-то барахлом не очень ценным можно туда пройти можно сюда пройти а я откуда пришел я отсюда же пришел правильно запутались значит теперь иду сюда я еще знаешь в ожидании какого-нибудь чужого который напрыгнет на меня я его у меня даже оружие то на самом деле нет ну и просто сожрет меня наверное так чем у меня там внимание низкий уровень насыщенности надо пожрать будет обязательно это все забираем реактивы нам реактивные двигатели очень нужны так как запускать ракеты будем в большом количестве сегодня наверное все таки нужно же добраться до этапа рыбак чтобы у нас рыбки в воде плавали есть второй этаж что поднимемся наверное да посмотрим что на втором этаже так-то кораблик такой уж не маленький я бы сказал здоровенный в песке закопался копался значит закрытые двери есть одна открытая возможно нам тут понадобится термоядерная батарейка вот еще о ну блин реактивными конечно двигателями меня прямо таки завалили что-нибудь еще есть биотуалет по крайней мере похоже на него внутри похоже же на биотуалет ну да похоже а ящичек маленький заметил чертеж заберем обязательно но здесь по всей видимости все остальные двери нужно открывать при помощи двигателя термоядерной мощи тогда идем в другую сторону вот сюда тут надо будет час разобрать все сделаем кинотеатр что ли елки-палки они тут роскошно жили эти хочу сказать место мало очень мало все я походу сегодня не утащу надо бы телепорт сделать кстати насчет телепорта у меня же куча всякого барахлишка что там для телепорта нужно был бы круто вот телепорт осмем пульсирище кварца нет стержень и супер спалом нем очень мало супер спала так что стержни тоже не пупах короче не получится нифига не получится только си домой сгонять и потом вот сюда притащить телепорт лезем на второй этаж лаборатория пожалуйста лаборатория где выращивать нет ничего здесь такого интересного это просто спальня еще одна платы мне уже в принципе пихать их некуда огромное количество у меня дома лежит в сундучках ну конечно 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 можно пожрать в принципе я сейчас это и сделаю космо еда и водичка еще космо еда 3 чечки освободил айда я айда молодец двигатель заберем удобрения и осми а здесь чё чертеж блин придется возвращаться сюда чё погнали домой освобождать наши сумки я нахожусь на крыше своего люксового номера и в общем что я решил сделать ну я хотел делать телепорт но так как у меня с кварцем проблемы все знают это по прошлой серии если смотрели если не смотрели то вы не знаете об этом а кварц это важно составляющего любого телепорта мне его негде брать пошел на кардинальные меры я хочу разобрать телепорт в моем люксовом номере ну потому что нафига мне тут нужен правильно а там а там он мне нужен ставим телепорт вот сюда и ты такой телепортируешься вот так и выходишь к водопалу красота между прочим между прочим в комментариях мне писали что здесь в этой области спрятали два новых золотых сундука и один из них должен быть на водопаде вот мы это сейчас и проверим к тому же тут специально сделали ступеньки которые ведут по всей видимости в тупик ну вот и забрался наверх и пока что вижу только здесь кварц что очень здорово никого золотого сундука я здесь не вижу может быть он в центре подожди вот это что такое ну-ка точно золотой сундучок а мои косточки надо пожрать елки-палки вот он золотой сундук который стоит напротив двух деревьев точнее между двух деревьев маленьких красивых молодых а внутри у нас золотая статуэтка спутника похоже на него по крайней мере золотое семя кварц в общем все это запираем а я я я и разбираем конечно же золотой сундук получая супер сплав при этом с алюминием ну вот один сундук мы нашли осталось 2 найти оставлю думаю вон а потом так как мне нужно зачистить корабль осталось последняя комната прошлую комнату я уже зачистил сбегал туда так что инвентарь у меня уже почти забит что очень прискорбно если бы не золотой сундук то место было бы побольше во всем виноват золотой сундук а вот кстати термоядерная машинка куда нужно батарейку приносить что же сразу то не взял значит открываем смотрим что в сундуках и вот походу пришел конец моему рюкзаку все он забит вот я и сбегал быстренько за батарейкой да вы чё прикалываетесь три батарейки сюда нужно не чертаж себе а чё смотри с батарейкой происходит она типа заряжается или чё все активировалась и зафиксировалась три батарейки 5 видимо это очень большой корабль и очень много дверей нужно здесь открывать хорошо я сейчас еще раз тут все зачищу то что не зачистил прошлый раз вернулся домой фиг с ними с этими двумя батарейками довольно дорогущие поэтому на них сейчас времени и средств нету буду заниматься своими домашними хлопотами начну я пожалуй со сбора коры мне нужно как можно побольше здесь нету дальше нам нужны значит удобрения уже понял да к чему готовлюсь к запуску ракет конечно же двигатели желательно побольше повышение джитя это довольно затратное дело и первая ракета для распространения семян которая повысит нам на 1000 процентов кислород вот она запускаем давай вперед полетели вот с таким деревом внутри молодец следующая ракета это у нас ракета с растениями который увеличит множитель растений на тысячу процентов создаем а блин подожди для нее нужны семена лирмы которые я не взял я уже вижу плоды нашей работы все зелененькое куча маленьких частичек кислорода и растительности какой-то падать с неба это очень замечательно а теперь запускаем ракету с растениями вот такая вот ракета лирмы внутри запускаем теперь собирая грибочечки делаю замородок два штука и конечно же личинку бабочки такую возьму и еще раз такую потому что у них множитель больше всего и чем место куда поставить бабочек нашел здесь отличная поляночка строим о электричество отрубилась вот это дела так сюда закидываем бабочки и они летают наслаждаются жизнью и еще наверное вот сюда поставим бабочек вот тут тоже строим и закидываем все шикарно бабочек теперь вагон у меня но образовалась другая проблема электричество мне нужны огромные генераторы и самое мощное я бы конечно сказал что это ядерный реактор т2 но нет есть еще мощнее это генератор ядерного синтеза на него нужно огромная куча кварца чего у меня так мало но я его собирал 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 и в итоге не зря как говорится по крупицам и в итоге я теперь могу позволить себе еще один ядерный синтезатор вот сюда его поставлю о и все заработало ништяк решил короче забежать в купол и вытащить отсюда всех драгоценных бабочек чем дороже бабочка тем больше она дает множитель к насекомым поэтому вот это вот отправится в купол а сюда мы поставим личинку бабочки сирены которая 1200 процентов к множителю дает и сюда тоже бабочку сирены какие же они все-таки красивые такой космос у них на крыльях есть еще одна крутая бабочка она дает 1500 множителя золотая бабочка она будет летать у нас здесь ой красота какая короче знаешь чё я подумал я подумал что пора бы уже начать торговать и торговля у меня будет проходить рядом с водопадом короче настало время построить космические торговые корабли сейчас мы их тут разместим подальше конечно от водопада тут не очень ровная будет поверхность ну да ладно фиг с ними наша первая торговая ракета я и мое достижение ништяк сейчас будем смотреть что да как я видел в тизере этого обновления что ракет у разработчиков очень много то есть они одной не обходятся поэтому я решил сделать сразу две ракеты и желательно хочу это как-то объединить чтобы она скрепилась если у меня это получится сделать вот то есть вот так вот таким вот образом чтобы можно было перебегать от одной площадке к другой я бы это если честно перевернул бы так что давай разберем сейчас и заново построим вот так вот вот таким вот образом чтобы свечо можно было еще спуститься и вот здесь вот и так давай же посмотрим что у нас там есть космическая торговля торговый предмет я могу заказать семена различные кухонная станция умная оу оу настраиваемый диван да ты глянь походу у меня будет новая база рядом с водопадом и там будет у меня и кухня блин и настраиваемый диван и кровать ёлки-палки яйца бабочек полыре 1400 к множитель насекомых но стоит это все безобразие 4500 жетона терры а у меня всего на минуточку только сотни да почитаем что-то написано доступные токены терра текущая стоимость запасов 0 токены терра позволяет покупать предметы чертежи некоторые предметы на вашей планете имеют ценность вставляйте ценные предметы в ракету и отправляйте ее в космос через определенное время ракета вернется и вы получите жетоны терра о будем сейчас что-то продавать же тоже да подойдем к ракете посмотрим что мы можем туда скинуть ну например мед как бы на планете земля и вообще где только возможно есть мед и я такой думаю дай-ка из марса мед отправлю им осмей блин писалось бы цена за каждый предмет который я туда отправлять прибежал короче домой поскорее чтобы чего-нибудь продать вот возьму несколько плат можно золотую статуэтку запустить в принципе циолита возьму чуть-чуть мне в достатке урановый стержень давай тоже попробуем вот дофига у нас и радио стержня можно тоже попробовать отправить кстати как насчет шелка но вот при тарабанил то что хочу отправить и посмотрим сколько мне за все это дадут вот я думаю что можно ракету отправлять как тебя запустить она по идее должна сама улететь но я даже не а вот запустить торговую ракету ценные предметы смотри тут же написано блин было и сколько за них дают 8 жетонов жетон это не так уж короче самое дорогое это сейчас ткань урановый стержень иридовый стержень все остальное уже вот ракетный двигатель 13 жетонов все остальное не короче сейчас ценится очень ткань и урановый стержень в общем ладно запускаем ракету она полетела и мы ждем когда она вернется с денежками чешем ладошки и надеемся на высокую прибыль ракета улетел давай посмотрим что на экране теперь отображается торговая ракета возвращается через 558 секунд так если 90 секунд это три минуты елки-палки это только через 15 минут ракета прилетит реального времени же поэтому короче делается как можно больше ракет так как они очень долго летают что ж мы будем делать бабки как говорится берем шелк большом количестве у меня здесь отсюда шелки забрал закидываем это все вот сюда и просим делать нам ткань придется делать больше шелковых ферм но для этого нам необходимо ввести шелковых червей у меня тут кстати в захромах еще была ткань поэтому я ее с собой возьму итак смотрим где личиночка тут пока ничего не видно я не вижу личинки что у нас ничего не вывелось что ли прекрасно закидываем и делаем еще одну шелковую прибыл на водопад потому что уже скоро совсем прям вот 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 прямо сейчас уже должна обратно ракета лететь я надеюсь 42 секунды я почти угадал можно было еще дома потусоваться короче но это не для меня будут смотреть в небо и ждать ракету блин это все долго капец что там скоро она не скоро 18 секунд ладно буду лучше на а чё зависло время торговая нормально раме 12 секунд получены новый жетон от r 187 моя первая торговля где ракета она возвращается или нет как бы вон вон летит и уху мой первый бизнес-план как говорится потихонечку набирает обороты и работает все работает крутяк ракета возвращается прям как уел на маска слушай вот она и садится родненько даже ракеты новые не надо делать все шикарно только топливом заправляй и все моя красотка и так у меня теперь двести восемьдесят семь терра токенов и что я могу на них купить кроме как семена какао или пшеницы ничего поэтому будем продолжать копить вернулся за шелковым червем и теперь будем строить шелковый генератор прям здесь вот тут у меня уже шелка а всего две штучки набралось о блин получен новый нагреватель т5 давай посмотрим на что там для него нужно оу-оу-оу взрывчатый порошок куча стержней в принципе можно построить заказываем у нашего автосборщика стержни нам желательно таких три штучки надо сделать все стоп больше нам не надо взял три штучки взрывчатого порошка и бежим за иридиуми стержнями вот тут три штучки мне нужно думаем куда же разместить блин как он здорово этот обогреватель ну давай пускай здесь встанет елки-палки нифига себе вот это махина ого-го надо будет его куда-нибудь перенести подумкать он кстати испарение вон у него какие-то пары идут ты чё тут испаряешь и чуть в реактор не залетел прикольно на сегодня это все если понравилось не забудь поставить лайк и подписаться если еще не подписан чтобы не пропустить следующего ролик на котором мы с тобой и увидимся так что до встречи а